Полтора миллиарда крон или 100 миллионов евро. Такова начальная стоимость развязки Юлимисты. Еще порядка 30-40% от этой суммы пришлось выложить и городской казне на строительство нескольких подъездных дорог. В немалую сумму обойдется и обслуживание нового гигантского перекрестка. Ведь здесь появится как новый виадук, так и самый длинный в Эстонии автодорожный туннель длиною 300 метров. А также малые туннели и дорожки для велосипедистов. Более полтора миллиона мы должны найти для ухаживания здесь денег. Здесь будет, например, даже для очистки около 80 тысяч. У нас прибавится 2 тысячи лампочек. Но для всего этого, конечно, надо и бюджет превысить. Дорожно-строительные работы в районе нового транспортного узла в столице продолжатся все лето. В связи с чем схемы движения здесь постоянно меняются. Так, с сегодняшнего дня до конца июня на Петербургском шоссе закрывается одна полоса движения перед перекрестком по направлению к Тартускому шоссе. Глава столичной мэрии сегодня остался доволен увиденным. Строители заверили его, что все работы идут по графику и к концу сентября движение по новой развязке будет открыто. В городской казни это несколько сотни миллионов евро. И мы получали помощь из европейской казни. Ну, от города тоже. И я сказал бы, что такие масштабные проекты. В следующий раз мы несколько думаем больше, пока мы скажем, что да. Это, конечно, очень важный проект в государственном масштабе, чтобы обеспечивать, чтобы машины могли бы из Южной Эстонии приехать сюда. Ну, я сказал бы, что для города, ну, тоже необходимые. Городские службы возлагают немалые надежды и на то, что с появлением новой развязки уменьшится нагрузка на столичные улицы и магистрали, ведь немалая часть большегрузного транспорта пойдет в объезд. Да и горожанам будет намного проще попадать из Мустамя и Исмяя на Петербургское шоссе и Властамяя. С другой стороны, новый инфраструктурный объект значительно увеличит нагрузку на бюджет коммунального департамента столицы. К примеру, лишь счета за уличное освещение возрастут на полмиллиона евро в год. Ну, а в более отдаленном будущем данная развязка должна пополниться еще туннелем, который соединит улицы Лагна-Т и Фильтрит-Т, а в районе железнодорожной станции Юлимисты появятся новые трамвайные пути и транспортная ветка к аэродрому. Дмитрий Кукушкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Продолжение следует...